Мы в последние годы без медалей вообще нигде не оставались, у нас все время были медали. Вы задали серьезный вопрос, давайте начнем с другого немножко конца. Самый яркий момент в вашей карьере, который навсегда останется в памяти? Ну, это у всех тренеров примерно одни моменты. Первые ученики, и они же были чемпионами Советского Союза и рекордсменами мира были по юниорам. Как возникла любовь к велоспорту? Ну, еще в школе, как обычно, раньше в Советском Союзе кто-то чем-то занимался. У меня был одноклассник, который сидел за одной партой вместе со мной, он был уже достаточно хорошим спортсменом. Ну, пригласил меня, такое общество, раньше «Спартак» было, сейчас уже его нету. И я вот с пятого класса пришел в велоспорт, и вот по сей день в велоспорте так и нахожусь. До 20 лет занимался активно, в сборных командах был, Украины. Вот, а затем где-то в 22 года уже перешел на тренерскую работу. Ну, и так вот уже 40 лет на тренерской работе. Ну, за это время уже много воспитанников было. И чемпионов, и заслуженных, и рекордсменов мира были даже ребята по юниорам. Ну, так по сей день работаем. А кто был вашим тренером? Моим тренером был Владимир Ильич Константинов, уже покойный, к сожалению, да. С первого дня я у него тренировался, и так все 15 лет, который был в спорте, все у него так и провел. Как считаете, может ли крымский велоспорт конкурировать с другими регионами страны? Да, смотрите, у нас есть несколько регионов, с которыми нам очень тяжело конкурировать. Это Санкт-Петербург, это основная кузница чемпионов. Москва, Тула. А дальше, в принципе, по всем показателям, у нас каждый год в Российской Федерации проходят спарткеты, школьников, молодежные игры. Мы вот обычно за этими тремя большими городами занимаем четвертое, ну, может, пятое место, да. Мы в последние годы без медалей вообще нигде не оставались, у нас все время были медали. Поэтому мы надеемся, что... Дальше больше. И в дальнейшем, да, будет больше. С детства нравилось кататься на велосипедах, а когда у нас построили трек, решил пойти позаниматься. Мне понравилось. Тренер очень хорошо преподает его, всегда понятно, он может поддержать, настроить. Пять, четыре, три, два, один, оп! Самый яркий момент в вашей карьере, который навсегда останется в памяти? Ну, это у всех тренеров примерно одни моменты. Это когда я набрал первое поколение моих спортсменов и с ними прошел где-то лет 12-15 жизни. Вот, ребята, ну, были моложе меня буквально на 8-10 лет, я был молодым тренером. И вот эти первые ученики, и они же были чемпионами Советского Союза, и рекордсменами мира были по юниорам. Вот эти ученики и по сей день уже, они уже в возрасте, уже свои семьи имеют детей, но по-прежнему мы с ними встречаемся, дружим. Ну, вот это самые такие приятные моменты. Ну, это если говорить о тренерской вашей деятельности. А если о личных достижениях, когда вы сами были велогонщиком? Самое яркое событие, это я буквально, наверное, года два или три был в сборной команды профсоюзов Советского Союза. Ну, это как бы второй состав сборной СССР был. Ну, там были победы на всероссийских соревнованиях. За сборную Украину выезжали на международные соревнования. И там были какие-то призовые места. Ну, знаете, раньше не так было много выездов, как сейчас. Раньше была сборная команды Советского Союза, один-два человека. Это обычно представители ЦСКА Москва, Динамо Москва и такие регионы, как там Крым и остальные. Ну, тогда не очень можно было пробиться вообще в первые ряды. У нас были заслуженные ребята, чемпионы мира. Там Сергей Копылов, которого невозможно было объехать в наше время, да. Сейчас чуть проще. Сейчас каждый регион уже может иметь таких спортсменов. Ну, сейчас уже чуть легче уже. А раньше, ну, практически ты знал, что ты в первую элиту попасть очень сложно. Есть та самая награда, которой очень гордитесь? Ну, так особо нет, если только вспомнить, что я выполнил... В Лейнабаде были всероссийские соревнования. Я там выиграл групповую гонку и выполнил впервые норматив мастера спорта СССР. Ну, вот это запомнилось, конечно, больше всего. Велоспорт – это один из дорогих видов спорта. У нас велосипеды, скажем, современные есть, и государство покупает, и сами приобретаем. Ну, более-менее среднего качества велосипед, ну, от трех тысяч долларов начинается. Вот, а если всем укомплектовать дисками и полностью карбоновая рама и карбоновые рули, то это и пять тысяч долларов может быть велосипед. Экипировку тоже, ну, крымскую экипировку нам, естественно, выдает государство. У нас два таких источника. Один источник – это школа наша детская спортивная. Они на все мероприятия, что касается школьников, спартакеат, директор старается нас одеть, обуть, ну, и плюс министерство. Достаточно ли освещается у нас велоспорт в стране? И что нужно сделать для того, чтобы поднять популярность этого вида спорта? Ну, если говорить о стране, то у нас Федерация велосипедного спорта России очень-таки хорошо освещает все мероприятия. В онлайне есть передачи, в СМИ, на своей страничке. Ну, кстати, у нас в Крыму вы тоже освещаете все время, регулярно, да. Мы только где-то проводим какие-то сборы, соревнования, приезжаем, и наше крымское телевидение все время берет у нас интервью. Мы рассказываем о наших успехах, результатах. Последние успехи и результаты ваших воспитанников? В прошлом году у меня девочка выиграла все четыре золотые медали в спринтерских видах на России. Ну, к сожалению, в связи с этими четырьмя медалями она уехала в Москву, так как посчитала нужным, что там она больше достигнет высоких результатов. Ну, как сейчас складывается ее сюда? Ну, находится в Москве, ну, как скажем так, Москва большая, и таких звезд там очень много, поэтому ей приходится там пробиваться. Сложнее, чем в Крыму. Да, давайте скажем так. Да, здесь был единственный тренер, это я, который ее со всех сторон опекал, со всех сторон готовил. Ну, как всегда, родной тренер, он знает своего спортсмена, где, как, когда, а там она попала в общий котел, где приходится выживать. Владимир, ну, мы убедились уже даже за кадром, что вы в велоспорте, вся ваша жизнь. Вы отвечаете на телефонные звонки, решаете сразу несколько вопросов. Ну, очевидно, что вы живете велоспортом. Как семья к этому относится? Вы задали серьезные вопросы. Серьезные, только серьезные вопросы. Да, давайте, наверное, начнем с другого немножко и конца. Есть часть тренеров, которые, ну, не могут оторваться от семьи по причинам. Дети маленькие, ну, все-таки семья есть семья, да. Но в современном велоспорте тренер должен находиться, это вот исходя из российских тренеров, с которыми я знаком, они на работе находятся круглосуточно. Две, сегодня одна тренировка в день или одна тренировка, там, или три тренировки в неделю, это вообще не серьезный разговор. Сегодня две-три тренировки ежедневно. Ну, в больших городах, я знаю, тренера в 8 утра приходят на работу и в 10 вечера уходят. Как семья к этому у них относится, я не знаю. А у вас? Ну, у нас, примерно, да, такой же, такой же случай, да, я утром ухожу и вечером прихожу, поэтому слово семья, как бы, ну, я нежелательно сегодняшний день, поэтому я пока не могу ответить, как бы, да, жена относится. Наверное, по этой причине. Да, ну, вот, да, оно как бы не смешно, но я из-за того, что сутками здесь нахожусь, да, но если не находиться в таком режиме, то мы не сможем составить конкуренцию российскому спорту. У всех спортсменов в России приличного уровня есть миостимуляторы, это такие микромашинки, которые ты между заездами можешь прицепить на мышцы и любой режим, восстановительный, нагрузочный, ну, любой выбираешь. Мы к этому, мы даже это практически еще не знаем. А как скоро мы к этому придем? Ну, я уже пришел к этому, да, но это стоит очень больших денег. Такой миостимулятор, ну, скажем так, хорошего уровня, элитного, стоит от 30 тысяч рублей, да, и он даже, ты можешь идти и нагрузил мышцы электродами, ты можешь с мобильного телефона просто идти и давать себе нагрузку, сидеть, лежать. Ну, это такой уровень, на котором, ну, уже весь мир, наверное, тренируется, да. Мы пока к этому… И весь профессиональный спорт. Нет, профессиональный спорт уже давно ушел, да, это все от американцев приходит, от европейцев приходит, от немцев приходит. Ну, мы, к сожалению, ну, во-первых, для маленьких детей это не надо, это пока так. А для взрослого уровня, ну, мы пытаемся, приобретаем какие-то вещи, да, самостоятельно. Где-то помогает, очевидно, да, где-то как-то, но в принципе весь российский спорт уже ушел очень далеко. А что для вас велоспорт? Ну, я, так как уже больше сорока лет в спорте, именно в велоспорте, я думаю, что это уже мое призвание. И надеюсь, что наш крымский велоспорт в дальнейшем только будет развиваться. Но очень хочется, чтобы нам все структуры, министерства все в этом помогали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова